Когда мы готовили настоящее сообщение, мы позволили себе немного расширить исследуемую группу в связи с тем, что пациенты с интерперикардиальным поражением лёгочных вен, с нашей точки зрения, тоже представляют интерес с позиции отдалённого результата, поэтому мы взяли не просто ангиопластические операции, а всю группу операций сосудистопредсервного типа, ангиопластические в том числе, и попытались посмотреть по собственным данным, чтобы проанализировать собственный результат, какое место занимает данная группа в рамках комплексного и комбинированного лечения рака лёгкого. Мы использовали для этих целей раковый регистр региональный, извлекли из него 724 пациента, половой и возрастной состав представлен, всего 4 группы были сформированы, из которых 3 случайным образом. Основная группа 170 человек – это пациенты с хирургическими вмешательствами сосудистопредсервного типа. Поскольку среди них было много трахиобронхопластик, мы позволили себе сделать вторую контрольную группу, в которую включили пациентов без сосудистых пластик, но с резекцией, в том числе и с резекциями трахиобронхиальными. Ещё одна контрольная группа была третья – это стандартные хирургические операции. Наконец, для того, чтобы посмотреть, как это всё смотрится в отдалённом плане, мы посмотрели результаты химии лучевого лечения на пациентов. Морфологическая структура опухоли, в общем-то, была достаточно очевидной и стандартной, ничего особенного в ней не было, преобладали плоскоклеточный рак и аденокарциномы. Остальные варианты встречались в единичных процентах случаев, так сказать, даже в менее чем в процентах наблюдений. Этот слайд печальный, он отражает положение вещей в регионе. В основном мы имеем дело с пациентами, как, наверное, и везде, с запущенными новообразованиями. Достаточно много было пациентов с поражением регионарных лимфатических коллекторов. С моей точки зрения, естественно, было достаточно много пациентов с Т3-Т4 новообразованиями. В группу операций сосудистого предсердного типа мы выбирали только первичные лобопневмонектомии, то есть исключались итеративные вмешательства, которые сочетались с резекцией пластикой полой вены, левосторонней пневмонектомии с краевой резекцией контрлатеральной легочной артерии и легочного ствола, резекция левого предсердца, чистая резекция легочной артерии, либо полнослойная резекция аорты. Варианты чисто технологические резекции полых вен здесь представлены, их всего было 37. Первый вариант, это наш любимый и самый, на наш взгляд, надежный, это установка двух протезов. Под вариант, это левый протез плюс заплата верхней полой вены, когда удается сохранить часть ее стенки. Вариант, от которого мы отказались, это операция на шунте, он очень ненадежный с точки зрения интероперационной безопасности, с нашей точки зрения. И редкий достаточно вариант, когда оставляли только один протез, либо левый, либо правый. Я имею в виду, дренировали либо левый, либо правый плечик, ловной ствол. Краевых резекций среди 37 операций было выполнено 14 операций. Резекция легочной артерии, технологические, технические варианты. Но чаще всего это, конечно, была краевая резекция. Таких операций было 14. Хотя в ряде случаев, когда не позволяет легочная артерия, приходилось, так сказать, выполнять, либо вшивать заплату, либо выполнять циркулярную резекцию сосуда. Вот вариант левосторонней пневмоноктомии с резекцией устья и, соответственно, кривовой резекцией контрлатеральной артерии и легочного ствола. В ряде случаев приходилось во избежание критического сужения контрлатеральной легочной артерии, вшивать туда заплату. Вошли в исследование только левые операции, потому что понятно, что с правой стороны подобная ситуация, она, в принципе, невозможна. Левое предсердие, мы брали только истинную резекцию левого предсердия, то есть в том случае, если хотя бы минимальность сокращения объема камеры сердца, мы наблюдали. Всего таких вмешательств было 107. И, наконец, полнослойная резекция орты, адвентициальная резекция не рассматривалась, их всего оказалось всего-навсего 3 операции. Две из них были выполнены без искусственного кровообращения и одна резекция перешейка с искусственным кровообращением. Все операции выполнялись с участием наших коллег из Центра сердечно-сосудистой хирургии. Химиолучевая терапия проводилась в самых разных вариантах. Я, в общем-то, не углублялся в детали фракционирования. Группа нас интересовала как контрольные только при оценке отдаленного результата. Ну, понятно, что 40 и 60 – это условно совершенно, потому что если, так сказать, детально анализировать эти группы, то, конечно, эти дозы будут немножко по-другому выглядеть. Группы оказались репрезентативны, но абсолютно несравнимы. Они отражали положение вещей, то есть более ранние стадии, как видно, они уходили в стандартные хирургические группы, более поздние стадии уходили в ангиопластическую группу и в группу химиолучевого лечения. Тарахиобронхопластик в хирургической контрольной группе даже был немного больше, чем в группе ангиопластических операций. То есть набор критериев в группах немного отличался практически по всем потенциальным предикторам. Если говорить о хирургических осложнениях в хирургических группах, то набор во всех был, и количество их, и набор осложнений был примерно одинаковый, никаких различий мы не наблюдали. Единственное, хочется ответить, что в группе операций сосудистопресердного типа, к счастью, мы не наблюдали специфических для данного варианта хирургического воздействия осложнений, то есть не рвались предсердия, не отрывались сосуды и прочее. Слава богу, здесь, так сказать, этого мы не видели. Что касается летальности. Летальность была, с нашей точки зрения, достаточно высокая в группе операций сосудистопресердного типа. Ну, не могу сказать, что они позволительно высокие, многие авторы докладывали что-то аналогичное. 26 человек набралось, вот здесь представлены их причины смерти, 4 свища, достаточно много кровотечений, но это были либо массивные гематораксы без источника, что очень часто бывает, либо это были в двух случаях достаточно плохо контролируемые кровотечения, интероперационные ввиду выраженной дистрофии стенки легочной артерии, но это не был вариант, так сказать, ангиопластики. Достаточно много, с нашей точки зрения, острой легочно-сердечной недостаточности дистресса синдрома, то есть не все пациенты далеко могут перенести подобного рода объемы тромбоэмболии, и пневмонии со стороны единственного легкого, и 6 пациентов, 6 каких-то, ну, в чем-то казуистических, с моей точки зрения, осложнений, они все были единичные, тем не менее, в общей сложности 26-15% – это достаточно много, с нашей точки зрения. Мы позволили себе некоторый отдаленный результат посмотреть. Значит, если взять группы так, как они были отобраны из регионального регистра, то контрольные хирургические группы являются собой наилучшими, так сказать, вариантами лечения, а группа химиолучевой терапии, к сожалению, демонстрирует наихудший вариант, и группа операций сосудистопресердного типа, она занимает значимое, так сказать, промежуточное положение между стандартной хирургией и чисто лучевым лечением. Если посмотреть только немелкоклеточный рак и только третью стадию, то между всеми хирургическими группами разница в отдаленных результатах нивелируется, химиолучевая группа остается, в общем-то, в аутсайдерах достаточно низкие показатели выживаемости, во всяком случае, в нашем регионе. Если еще жестче посмотреть и взять только Н2 пациентов, то операции сосудистопресердного типа никак уже по отдаленному результату не отличаются от химиолучевого лечения, в то время как группа стандартных хирургических операций, в том числе и трахиобронхопластика, они демонстрируют несколько лучший результат, чем основные, так сказать, исследования наши пациенты. Естественно, интересно было посмотреть лобэктомию ангиопластические против стандартных операций, как бы это основная альтернатива, в общем-то, нас результат порадовал, никакой разницы с точки зрения выживаемости нет, хотя не совсем, наверное, корректно так говорить, поскольку на 18 человеках хорошую кривую, наверное, не построишь, но тенденция, во всяком случае, это отмечена. Если посмотреть пневмоноктомию сосудистопресердного типа против стандартных пневмоноктомий, в данном случае, несмотря на то, что отличий нет, всё-таки ангиопластика, так сказать, демонстрирует несколько более худший результат при всех стадиях, но только при третьей стадии ангиопластические, ну и сосудистопресердного, простите, типа и стандартная пневмоноктомия, никаких отличий в отдалённом результате мы не наблюдали. Естественно, нас интересовал результат, от чего же всё-таки, в конце концов, всё это зависело, и в качестве потенциальных предикторов мы взяли вот эти характеристики, то есть половые, возрастные стадины, рафологию, дифференцировку, группа или вообще наличие резекции того или другого органа в группе. И, в общем-то, здесь всё оказалось достаточно стандартно, влиял только критерий Т и только критерий Н. Это в рамках хирургии, не мелкоклеточного рака. Выводов мы сделали всего два. Резекции сосудистопресердного типа. В принципе, обоснованные группы, они имеют место быть, но к ним надо относиться, с нашей точки зрения, весьма и весьма осторожно и очень тщательно отбирать пациентов для проведения такого рода хирургических вмешательств. И второй вывод касается того, что ангиопластическая лобуктомия, с нашей точки зрения, это операция выбора, если необходимо, так сказать, выполнять хирургическое лечение пациента с соответствующей стадией. Это всё, что я хотел сказать. Коллеги, спасибо большое за внимание и за возможность выступления. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Но вы прошлись по химио-очевой терапии. Тенденция чувствуете какая в мире и в зале? И вы в контру этому продемонстрировали иной материал. Каждая операция, которую вы продемонстрировали, безусловно, это штучная, это высокотехнологичная и заслуживает большого уважения ваш труд. Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос, кто принимал решение о тактике лечебной? Хирург один или это всё-таки был консилиум? Привлекался ли сюда патоморфолог? Было ли полноценное исследование? Дообследован ли был больной, прежде чем больной шёл на хирургическое лечение? Иван Сократович, я к своему великому, наверное, стыду, но должен честно признаться, что провинциальная геональная онкология, она не всегда принимает решение так, как мы того хотим всегда. Зачастую, конечно, здесь решение принималось исключительно хирургами, но по мере возможности, скажем так, когда больной попадает в сферу профессионального взгляда, к сожалению, это не всегда получается. Конечно, вопрос решается с привлечением практически всех специалистов, которых вы обозначили, но это реже, чем хотелось бы. Ну и всё-таки химио-лучевая терапия, химио-лучевой терапии рознь. Не будем сейчас углубляться, демонстрируя результаты в сравнении с тем или иным видом вмешательства, когда мы говорим химио-лучевая терапия, хотелось бы больше раскрыть, что за схемы, какие виды лучевой терапии применялись. Я, к сожалению, детально это не анализировал, поскольку меня интересовал метод в целом, и только, так сказать, отдалённый результат. Можно было бы, конечно, и это было бы очень интересно посмотреть всё, и с точки зрения, так сказать, фракционирования, и с точки зрения того, так сказать, сколько было до, после или на одновременно. Но 15 минут и немножко другая задача у меня была. Я прошу прощения. С большим уважением к вам, Дмитрий Андреевич, и рекомендую вам в следующей презентации вот этот вопрос учесть и раскрыть это понимание, чтобы на современном уровне можно было это понять. Проанализировать. Хорошо? Спасибо вам большое. Я, может быть, в довершении, так скажем, к состоявшимся диалогу. Может быть, я не прав, но, насколько я знаю, только в центральных клиниках и в центральных институтах есть очень хорошее планирование, 3D-планирование и хорошая лучевая терапия. На местах зачастую на старых агатах облучают, иногда с ошибкой в дозе в 30%. Это я так подозреваю. Конечно, это не везде, но существуют такие регионы, где действительно есть проблема с лучевой терапией. Так что, конечно, хотелось бы всем стереотоксическую и комформную терапию, но, к сожалению, реальность у нас совсем другая. И вы верно заметили. Да. Да.